Трёхминутка любви от Ивана Нови, часовые любви вновь я с вами на вы. Вы знаете, у меня возник сценарий, я не буду писать его, потому что я не сценарист, я скульптор, ну как-то сценарий, а не меня, но я вижу, что он лежит на поверхности. Дело в том, что вот это, я мало чего говорил про войну 7 октября 2023 года в Израиле, но сейчас мне есть что сказать, и я знаю, что это сценарий, который, если кто-то умеет воплотить его в жизнь, он сделает очень много для нашей победы. Смотри, такой, девочка, танкистка, сидит на базе, шаббат, выходной, сидят, танки все, и у нас есть такое подразделение, в котором танкистами служат только девочки, и звонит своей наблюдательнице на границе с Газой, она потом погибла, вот, и звонит, а та не отвечает. Они находятся в 20 километрах от еврейского поселения, религиозного, некий бутсон, еврейское поселение, и она звонит, а та не отвечает, обычно в шаббат, ну, девчонки переговариваются, ребятки. Так, нормально. Вот. И это первый кадр. Второй кадр, когда на это еврейское поселение рвутся орды йорков, ну, так, назову их, не знаю, ну, это, нет, ребятки, йорки, российские йорки по сравнению с арабскими, это просто не тот уровень, намного более страшный. А в поселение, оно маленькое такое поселение, на границе с Азой, там всего трое бойцов быстрого реагирования, это, ну, жители этого поселения, и плюс двое, которые приехали на Симхат Тора, это праздник Торы, там, туда-сюда, вот, эти двое только с пистолетами, а бойцы бригады быстрого реагирования, трое бойцов, они с автоматами М-16, длинными. Бойцы занимают оборону, но на них движутся тучи, тучи, тучи очень сильно вооруженных арабов. Бойцы молятся, есть последняя молитва еврея, которая, Шма-Исраэль, то есть, слушай Израиль, молятся, понимают, что, ну, против, там, я не знаю, сколько там было, 700, 800, не знаю, гуглите, сценарий, я сценарист, в смысле, написал сценарий, а уже режиссер будет гуглить, вот. И они говорят, Шма-Исраэль, слушай Израиль, молитву перед смертью еврея, они понимают, что они сейчас погибнут. Девочки, в 20 километрах от этого поселения, услышав какие-то бумы, там, взрывы, стрельбу, 20 километров слышно, стрельбу не слышно, а бумы слышно. Вот. Девочки подрываются, садятся в два танка, без всяких приказов, и рулят в направлении, в направлении этого поселения, откуда достаются бумы, достаю, ну, в смысле, слышатся бумы. Вот. Подъезжают. Теперь, ну, танк Меркова, он движется где-то в 80 километров в час, то есть через 20 минут они уже туда прибывают, видят орды, идущих на это поселение, а танки, ну, как на шабес, в смысле, на заряженной полностью, все, есть пулеметы, есть пушка, есть все. И тут пацаны, которые залегли там, вот эти пятеро, которые уже помолились о смерти, ну, в конце концов, защищая своих детей, родители и все, пацаны видят, что те косят, а, ну, арабы сразу, они беззащитные, уже проверено это сейчас, и все, что те дома, где поселение, где оказали сопротивление, туда они не зашли, зверств не было там, вот. Потому что они любят беззащитных, беззащитных. Еще же Ботинский говорил о том, что, когда он остановил после Кишиневского погрома Одесский погром, он говорил, что евреи, если вас кто-то хочет убить, вооружайтесь. Короче, и вот фильм такой, он должен быть маленьким очень, ну, может быть, там, пяти-трех минут, но я вот уже со сценарием уже в пять минут не уложился, видимо, в десять придется уложиться, вот. Там была одна такая, ну, такая вот финальная такая сцена, что пацаны эти, которые, ну, уже попрощались с жизнью, ну, мы будем воевать до последнего патрона, два пистолета, три М-16, и все, и вдруг танки эти спаслись, и все. Они стучат по броне и говорят, тут свои, на иврите, ну, тут уже, знаете, не спутаешь, потому что акцент это очень серьезный. Сегодня буквально мне араб просился один в машину, ну, попутчиком, я ему сказал, нет, извините, не даром. Ну, неважно, я размусоливаю, Светка убьет меня, но ладно. Вот, и тут такая сцена, последняя сцена, когда из танка Меркова-4 высовывается голова со шлемом, очки, кто не знает, а потом, это крупным планом, ребятки, это крупным планом, ручки с макияжем. А что они в шаббе, в шаббат, в выходные на аббасе делают? Делают себе маникюр. И тут вдруг такие две ручки высовываются с маникюром. И пацанята эти, ну, пацанята, в смысле, ребятки, у меня 65, для меня 40-летние тоже пацанята, и вдруг они понимают, что их спасли какие-то девочки. Девочки, ребята, девочки. Помните тот фильм «Азор и звезд тихий»? Последние там кадры, что когда он плачет, говорит, девочки, вас девочки остановили. Это ж на документальных вещах базировано. Девочки. Девочки. А те, которые наблюдатели, которые она звонила, те девочки все погибли. Девочки. Ой, ребятки, у меня уже слез нет. Я все выклопал. Но если кто-то умеет делать фильмы, то такой фильм может помочь нашей победе. Вот я видел фильм про руки украинских бойцов, такие грязные, такие, в общем, не грязные, в смысле, а изможденные. У меня еще есть 5 секунд. То вот эти вот... Такие вот ногти накрашенные к тому, что после возвращения с базы в Шабиас она пойдет на свидание, все нормально. Вот это будет диким, диким финалом всему. Разница между теми руками украинских солдат, которых я очень обожаю. Вы видите, у меня одеяние соответствующее. И израильской военщины. Десятиминутка любви от Ивана Нави мы выдержим. Бай!